Всем привет! Сегодня хочу с вами поделиться секретной настройкой сим-карты, после которой ваша связь станет намного-намного лучше, намного чётче. Вы будете разговаривать с собеседником вашим буквально, как будто бы вы стоите рядом. То есть связь улучшится в несколько раз, нежели было. Если у вас были до этого проблемы с мобильными разговорами, то есть когда другого человека было очень плохо слышно, либо рывками, либо связь пропадала, или просто неразборчиво было слышно, то эти все проблемы, они исчезнут, и вы реально будете слышать собеседника очень хорошо, очень отчётливо, и связь ваша улучшится. Ещё плюс после этой настройки, когда вы будете пользоваться вашим мобильным интернетом, то он не будет пропадать одновременно с разговором связи, потому что в большинстве телефонов, в большинстве случаев, когда вам кто-то звонит, то если у вас подключён мобильный интернет, то он просто навсего пропадает и отключается, и вы только разговариваете. Мы сегодня с вами всё настроим, это всё очень просто делается, без каких-либо посторонних программ, потому уделите немножко времени, буквально 3-4 минуты, послушайте внимательно, и вы будете очень-очень довольны в том, что вы улучшите свою мобильную связь в несколько раз. Эта настройка подходит абсолютно под все модели телефонов, на все мобильные операторы, потому у вас не возникнет сложностей что-то сделать и с другим телефоном. Перед началом ролика обязательно подпишись на канал, также поставь этому видео лайк, и не забудь поделиться с другом, чтобы он тоже улучшил свою связь в несколько раз. Итак, для начала я зайду в наши стандартные настройки, нажмём «О телефоне», дальше ищем «Все параметры», спускаемся ниже и ищем внутреннюю память телефона. По ней мы нажимаем около пяти раз. И мы должны попасть в вот такое меню. Если у вас две сим-карты, то вам нужно будет выбрать ту сим-карту, на которой у вас подключён интернет. У меня на данный момент стоит только одна сим-карта в слоте 1. И здесь, немножко пролистав вниз, вы увидите мощность радиосигнала, она включена. И есть такой показатель, который называется синхронизация VLTE включена. Но на самом деле она у вас отключена. Видите, что ползунок в левой стороне находится, не в правой. Так же само, как и видеосвязь отключена, и ваш Wi-Fi. Это дополнительная функция, которая позволяет вам улучшать ваш разговор, вашу мобильную сеть. Так, чтобы собеседника было слышно очень хорошо, без всяких прерываний, без всяких ошибок. Чтобы было приятно, громко общаться. То есть, ваш радиосигнал будет намного-намного лучше, нежели был. Я вам покажу, как активировать. Эту скрытую функцию, она есть на любых телефонах. Мы ещё к этому меню вернёмся. Старайтесь не перелистывать, досматривать до конца. Потому что, возможно, вы что-то важное можете упустить и сделать. Пока мы выходим, можно полностью закрыть, в принципе, чтобы не путаться. И дальше я снова захожу в наши стандартные настройки. Ищем сим-карты и мобильные сети. Это, в принципе, есть на любых телефонах. Возможно, у кого-то как-то по-другому называется. Но в любом случае, вы у себя найдёте, где у вас находятся настройки сим-карты. Дальше у вас будут показаны, сколько у вас сим-карт есть. Допустим, если у меня только одна, вот я знаю, то я нажимаю на эту сим-карту. И обратите большое внимание. Смотрите, какие у меня здесь есть настройки. Это сеть оператора, точки доступа APN, предпочтительный тип сети и мобильные сети. То есть, запомните, всего три настройки, когда я зашёл на свою сим-карту. Вот здесь дополнительной настройки нет. Вот здесь пустота. Я в эти настройки не буду заходить. Нам абсолютно они не нужны. Сейчас мы просто активируем скрытую функцию вашей сим-карты, чтобы связь улучшилась намного. Итак, снова я выхожу. Ещё раз захожу. Смотрите, здесь ничего нет. Теперь возвращаемся. Нам нужно воспользоваться нашей звонилкой. Ну, когда мы набираем какой-то номер телефона. И теперь мы набираем секретный код. Звёздочка, решётка. Звёздочка, решётка. 865. 83. Решётка. Звёздочка, решётка. И смотрите. Сейчас я нажму ещё звёздочку. И обратите внимание, что у вас напишет сейчас в нижней строке. Смотрите. Нажимаю звёздочку. Enable. То есть вы видели, что в VLTE и было в конце написано Enable. Нам нужно сделать так, чтобы там было написано Disable. Тогда наша функция откроется и ваша связь станет намного лучше. Для этого нам нужно ещё раз ввести вот этот секретный код. Смотрите. Ввожу снова. Звёздочка, решётка. Звёздочка. Решётка. 865. 83. Решётка. Звёздочка. Решётка. И теперь внимательно смотрите, что появится в этой строке. Нажимаю звёздочку. И смотрите. Disable. Должно у вас вот так вот быть. Когда высветилось у вас Disable в конце, значит уже всё настроено. Ну практически всё. Дальше послушайте, что мы делаем. Я выхожу полностью. Снова захожу в настройки. Снова заходим в сим-карты и мобильные сети. И помните, я на первом этапе, когда заходил в эту же настройку, там было только 3 пункта. Я показывал, что внизу там было пусто. Смотрите, я захожу. И здесь уже не 3 пункта, а 4. То есть появилась ещё дополнительная настройка. Включить VLTE. Использовать VLTE для улучшения качества голосовых вызовов. И функция уже активна. То есть мы открыли скрытую настройку вашей сим-карты, о которой практически никто не знает. Теперь дальше смотрите. Я выхожу. Заходим снова в настройки, о телефоне, все параметры. Внизу внутренняя память нажимаю около 5 раз. Снова захожу в это же меню нашей сим-карты. И смотрите. В самом начале я показывал, что синхронизация VLTE была отключена. То есть здесь ползунки стояли в левой стороне. Теперь они стоят в правой стороне. То есть они на самом деле уже активны и включены. То есть мы настроили абсолютно всё, что нам нужно, чтобы телефон реально работал очень качественно по голосовым вызовам. Единственное, что вам нужно сделать, это только взять и перезагрузить телефон. И можете наслаждаться, пробовать, разговаривать, кому-то позвонить. Вы сами будете в шоке, что связь станет намного, намного чётче, намного лучше и эффективнее. Если не знал о этой настройке, не забудь поставить лайк и подписаться на канал. И также написать добрый комментарий для продвижения видео. Продолжение следует...